Вести Хакасия на канале Россия 24. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. Минимум на сутки один из тепличных комплексов в районе села Ташиба остался без рабочей силы. В результате совместного рейда миграционной службы, прокуратуры и ОМОНа задержаны 25 китайских овощеводов. Мигранты находились в теплицах без документов. Подробности в материале Виктора Лушникова. Правоохранители усиливают давление на жителей Поднебесной, занимающихся овощеводством на территории Устебаканского района. Совместный рейд проводился неделю назад. По его итогам депортировали 12 китайских граждан. В этот раз рейд начался утром при соблюдении всех правил конспирации. И все же застать рабочих дома не удалось. При появлении полицейских машин они скрылись, даже не успев позавтракать. На месте остались лишь граждане, у кого документы в порядке. Тех же, кто решил поиграть в прятки, сотрудники ОМОНа очень быстро извлекли из теплиц, сараев, других укромных уголков. Набился полный салон полицейского Урала. Остальные по-русски вообще ничего не говорили. Документов при себе не было. Силовики в таких случаях действуют по накатанной схеме. Увозят жителей Китая для выяснения личности и последующего наказания. Согласно административному кодексу, во-первых, штрафные санкции, поскольку они работают на территории республики Хакасия без разрешения на трудовую деятельность. В случае, если у них виза просроченная, то это, естественно, депортация данного гражданина с нашей территории. Сложность как раз в том, что паспортов у рабочих, как правило, не бывает. Документы находятся у предпринимателя, который нанимает овощеводов. Официально разрешено пригласить несколько десятков иностранцев. Но, по данным миграционной службы, их в Хакасии до полутора тысяч. Этой проблемой всерьез заинтересовались правительства республики. При правительстве создана группа. Правительство берет под контроль эту деятельность. Я думаю, что мы, не только ФМС, допустим, прокуратура, должны еще и специалисты по земле здесь принять участие и довести до какого-то логического конца вот эту деятельность по земле. Я думаю, если там подвижки какие-то будут, на выходе мы избавимся от иностранных граждан незаконно или с нарушением находящихся на этих теплицах. А пока комплексные меры только разрабатываются, силовики выполняют свою работу. Всех задержанных для выяснения личности доставили сегодня в миграционную службу и спецприемник. Тех, кто находится в нашей стране незаконно, депортируют. В прошлом году за пределы России выдворили более 400. В этом уже 70 нелегалов. Виктор Лушников, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Дело хоккеистов Виталия Лабуна и Владимира Лиштаева передано в Баканский городской суд. Напомним, экс-капитан нашей хоккейной команды Виталий Лабун был задержан в ночь со 2 на 3 февраля при попытке сбыта наркотиков. Ранее при таких же обстоятельствах был задержан Владимир Лиштаев. Он игрок молодежного состава команды. Бывшего капитана Саяна Хакасия Виталия Лабуна обвиняют в сбыте крупного размера наркотика. Спортсмену грозит до 20 лет лишения свободы. Лиштаеву по-прежнему инкремирует сбыт в значительном размере. Дублер может отправиться в колонию на 15 лет. Все время, пока шло следствие, спортсмены находились под арестом. Как идет работа по разборке старого больничного корпуса, сегодня лично проверил Виктор Зимин. Кроме того, глава региона осмотрел строящийся новый корпус. Особенное внимание было уделено условиям пребывания пациентов. С подробностями Юлия Константинова. Работы на стройплощадке идут полным ходом. Оценить качество, темпы, уровень безопасности, демонтажа аварийного здания. Одна из главных задач рабочего визита, временно исполняющего обязанности главы Хакасии. А еще наметить перспективы. На этом месте буквально в следующем году планируется начать строительство нового, девятиэтажного корпуса стоимостью в 3,5 миллиарда рублей. Сумма большая, но основная сумма это оборудование. Там оборудование более 2 миллиардов рублей. А 1,3 миллиарда строительной монтажной работы. В принципе, реально за два года вывести коробку и оснастить ее. Осмотрел Виктор Зимин и помещение нового корпуса, оснащенного самым современным на сегодняшний день оборудованием. К примеру, это эндоскопическое отделение без преувеличения соответствует мировым стандартам. Сегодня за Уралом практически не найдется лечебного учреждения, которое может сказать, что у них в комплекте есть этот пакет оборудования. Это и ультразвуковая диагностика, это и эндоскопическое оборудование, и электрохирургическое оборудование. Палаты интенсивной терапии, цифровой рентген-аппарат, позволяющий переводить изображение в компьютерное, чтобы врачу было удобнее читать снимки. Это только малая часть нового медицинского комплекса, в котором созданы условия и для врачей, и для пациентов. Михаил Баталов восстанавливается после серьезной травмы, поэтому по достоинству оценил перемены. Для кого, кто тяжело передвигаться, даже подняться самостоятельно не может, то уже, пожалуйста, поручни есть, удобно. Кнопки вызова медсестер есть, душевые есть, что немаловажно. Не каждый может сходить помыться. В туалетах сделаны стойки, для тех, кто на инвалидных колясках ездит. Это удобно сделано. Кровати удобные. Пока серьезная проблема – теплый переход. Некоторых пациентов на процедуры в другие корпуса приходится возить по улице. В июле прошлого года главой было дано поручение построить данный переход. 15 июня заканчивается срок исполнения поручения. Так что объект будет сдан точно в срок. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакаси. Скелет человека нашел в погребе житель Хакаси. Следственный комитет сообщает, все произошло в селе Красноозерное у Стебаканского района. Мужчина ремонтировал погребы на глубине примерно в один метр, обнаружил скелет с фрагментами одежды. Сейчас следователи проводят проверку. Устанавливается давность останков, возраст, пол, а также наличие травм. Очередной наркопритон раскрыт в Черногорске. Он действовал в одной из квартир многоэтажки по улице Ленина. Информацию об этом наркополицейские получили от жителей города. Силовики застали в квартире пятерых человек. Все они потребляли морфин. Хозяину квартиры за организацию притона грозит до четырех лет лишения свободы. В Хакасии появились два первых передвижных отделения почтовой связи. Это автомобили высокой проходимости, оборудованные не хуже городского отделения почты. Один из них будет запущен в этом месяце. Мобильное отделение будет курсировать по малым селам Ширинского, Багратского и Орджоникидзовского районов. Запуск второго намечен на конец года. Организационный вопрос сегодня на сессии Горсовета Абакана неожиданно. Для многих стал камнем преткновения. Речь вновь коснулась больной темы. Вопрос пассажироперевозок. Администрация города предложила изменить регламент и увеличить время между конкурсами. Еще на месяц. Между предпринимателями вновь нет согласия. Рассказывает Ольга Стельмах. Столица Хакасии давно стала полем для столкновений пассажироперевозчиков. За прибыльные маршруты идет жесткая борьба. Масла в огонь подливают конкурсы на муниципальные заказы. Регламент об их проведении соглашаются власти. Давно требует не то чтобы корректировки, а полной замены. Между тем любые поправки сами предприниматели расценивают как лоббирование чьих-либо интересов. Очередное предложение администрации увеличить межконкурсный период с 90 до 120 дней. То есть дать в запас предпринимателям 30-дневную передышку. Ни для кого не секрет, что в городе существует несколько группировок. Одна из них подала обращение по увеличению межконкурсного периода. Вопрос для перевозчиков, на мой взгляд, не принципиальный. 90 или 120 дней. Мы, еще раз подчеркну, нам удобнее пользоваться. Вот эти цифры 120. До предстоящего конкурса остался месяц. С поправками ждать останется еще два. Против таких изменений выступили сразу 19 предпринимателей. Они подписались под обращением к городским депутатам. Впрочем, среди пассажироперевозчиков до сих пор идут суды. Оспаривают результаты прошлых конкурсов. Обострять и без того острую ситуацию депутаты не решились. Вы по нему не вовлекаете нас в какие-то битвы, группировки, как вы их называете. Я предлагаю этот вопрос отклонить. Проработайте нормально, вынести нормально положение конкурса. А потом мы будем принимать. Кто у вас сегодня? 90 дней удобно, завтра у вас 120 дней удобно. В результате поддержали предложение 9 человек, 8 отклонили. Сроки оставили без изменений. Однако уже в июле депутаты рассмотрят новый регламент конкурса. А значит, вполне возможно, борьба среди предпринимателей вновь обострится. Ольга Стельмах, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Энтузиазм опять входит в моду. Жители населенных пунктов Бутрахтинского сельсовета решили своими силами навести порядок. Облик сразу нескольких деревень заметно изменился. В этом убедились наши корреспонденты. С лесарем в Бутрахтинском ЖКХ Олег Коктаяков работает несколько лет. Никогда раньше рассказывает, траву на газонах в деревне никто не косил. К слову сказать, и газонов-то практически не было. Теперь полисадники выглядят ухоженными. Мусор на Таштыбский полигон ТБО вывозится регулярно. Субботники жители проводят на каждой улице. Когда же в деревне чисто, это же вообще нормально, чем в грязи. А то раньше весь мусор в деревне был, а сейчас он каждую неделю вывозится. Но сейчас чистее стало в деревне. Приятнее? Приятнее, конечно. Благоустройству внимания сельсовет действительно уделяет большое. Вкладывает серьезные средства. Свои и в рамках программ республиканских. Но главное удалось расшевелить местных жителей. Сегодняшних и бывших, которые много лет назад покинули родные края. Примеров тому десятки. Так бывшие карагайцы установили своим землякам памятник 9 мая. Сквер вокруг него разбили представители Лиги хакасских женщин. Эти полисадники тоже наводил. Специалисты Министерства культуры Хакассии на собственные средства закупили штакетник. Там люди у нас пожилые. Там до войны живут. И дружники живут. Вот им пять домов поменяли. Мы еще планируем дальше менять. Потому что облик деревни менять надо. Только в этом случае меньше будет желающих уезжать отсюда и больше поселиться. Кстати, заявки на строительство жилого дома или юрты для дачи в Бутрахтинском сельсовете уже лежат. И в продолжении темы наша телекомпания объявляет конкурс идей, которые помогут реальному развитию малых сел Хакассии. Мы обращаемся к жителям городов и крупных населенных пунктов, предпринимателям, общественным организациям. Поддержать нашу акцию. Ваши идеи, советы и предложения мы выслушаем по телефону в Абакане 22-72-82. Систему видеонаблюдения во всех загородных лагерях отдыха детей установит Министерство образования. В этом году, по мнению чиновников, это сделает отдых детей максимально безопасным. Подробнее о детском отдыхе в нашей студии рассказал заместитель министра образования Хакассии Дмитрий Тодышев. Нашу ежедневную рубрику интервью смотрите после выпуска новостей. На этом у меня все. Берегите себя.